Я хочу приветствовать моих российских русскоязычных коллег, а также моих любезных хозяев, которые приветствуют меня здесь, в Казахстане, за вот эту гостиницу и вуллрум, в результате чего я ощущаю себя как скала. И я хочу сделать презентацию, то есть я хочу сказать, как сказал Фредди Меркьюри, и даже Королева чувствовала бы здесь себя великолепно. То есть можно сегодняшний слайд поставить сейчас. Это 25-летний опыт лечения тестостерона в Великобритании. Я называю это исследование андрогена в Великобритании, потому что он иллюстрирует историю лечения тестостероном. И то, что произошло за прошедшие 25 лет, я хотел бы предложить вам. Можно следующий слайд, пожалуйста? Лечение тестостероном, то есть это то лечение, для которого наступило время. Вот это обложка журнала, который вышел в продажу в августе, и он называется «Время для монопаузы», для лечения мужчин. То есть, конечно, эту проблему можно преодолеть. И вот, итак, это как бы 25-летний опыт работы, практически опыт работы в области лечения 2,5 тысяч пациентов, которые обратились в Центр лечения мужского здоровья в Лондоне, Манчестере и в Эдинбурге, которые были созданы, открыты в 1989 году. Первые данные по их посещению использовались как контроль для каждого пациента для сравнения с данными последующих визитов, которые обычно имели место через 6 месяцев, и наблюдение, то есть для оценки симптомов. Потому что, когда они приходили и говорили, «Я думаю, что у меня гипогензизм, и я утратил липиды, у меня есть и другие симптомы». Мы облегчали эти симптомы, поскольку мы рассматривали их как очень важный фактор. То есть, мы прежде всего диагностировали дефицит тестостерона, и потом начинали лечение. Мы проводили... Мы разработали детальную шкалу дефицита синдрома дефицита тестостерона, и мы заполняли вот табличку во время каждого визита, и коррелировали ее с баллами, со шкалой симптомов. И, кроме того, была шкала с баллами 4 и 8. Мы заполняли эту шкалу во время каждого визита. И, кроме того, мы проводили исследования во время каждого посещения эндокринной системы, гинекологической системы и так далее. И определяли симптомы дефицита тестостерона. Но с 1943 года вот эти симптомы не изменились. И американские врачи Вернер, Хейлер и Вайнс сообщали, что вот эти характерные симптомы, которые затем встречались достаточно редко, они распознавались даже населением, но они не возникали. Они рассматривались как бы первичные симптомы, а не как результаты исследования. Эректильная дисфункция сопровождалась усталостью, потерей, утратой энергичности, ну и другими проблемами. Отсутствием памяти, отсутствием концентрации и раздражительностью, злобливостью. Иногда люди говорят, что тестостерон, то есть вот эта злобность и раздражительность является признаком низкого уровня тестостерона. Иногда говорят так. Ну и кроме того, монопауза характеризуется потливостью в ночное время, затем внезапными приливами жара и так далее. Это базомоторные симптомы. То есть, что я сделал? Я заново изобрел колесо. Я разработал шкалу ACL в 99-м году, когда началось исследование. Я включил туда те же самые симптомы. И вы видите, мы туда, в это исследование увлекли 2,5 тысячи пациентов. И, пожалуй, это было самое большое исследование тестостерона в мире. Вот мы, видите, мы начали с 96-го года расширяться. И вы видите, проценты, которые мы выявили, они практически похожи в разных странах мира. Но первоначальные результаты были таковы, что мы не обнаружили взаимоотношения, корреляции между симптомами, которые обозначены синей линией, и общим уровнем тестостерона. То есть, корреляции между адрогенами и симптомами на начальных, во время начального или последующего визита. Где-то тут у меня указка. Спасибо. Вы можете видеть, что на каждом уровне, то есть, менее 8 на литр или 12,1, 16, 16,1 до 20. Общий уровень тестостерона показывает, что нет взаимосвязи между баллами симптомов, баллами, которые были присвоены симптомам. И если посмотреть на это исследование, то есть, это кривые, полученные в ходе исследования Каплана Мейера, показывающие отсутствие взаимоотношения между предварительными, то есть, баллами, симптомными баллами предварительного лечения, а также уровнем общего тестостерона. Итак, в соответствии с традиционными данными, это достаточно как бы неожиданные данные, которые как бы огорчают. Здесь рассчитывался уровень свободного тестостерона, а также прогноз лечения и связь с начальными или последующими симптомами, баллами симптомов. Необходимо осторожно подходить к нормальным уровням эндокрина. Нормально или ненормально распределены. Вот видите, здесь эта дама пытается убедить профессора, как следует понимать статистические данные в этом исследовании. Она либо нормальная, либо логарифмические уровни нормальные. То есть, следующий слайд. А это кривые общего уровня тестостерона, а также трансформированы, логарифмически трансформированы. И вы видите уровень, диапазон первоначального уровня тестостерона с данными 2,7 до 29,6. И вы видите даже отрицательные величины в соответствии с нормальной кривой, которая практически находится в пределах нормального диапазона. Ну и справа видите трансформацию этих цифр. Видите, средний показатель существенно изменился. И это дает абсолютно другой уровень диапазон на нанограмм на децилитр. Статистическая интерпретация, интерпретация статистики, когда начинается оценка так называемого нормального диапазона, она страдает погрешностями. То есть, в области нормального распределения гормона. Опять-таки, это может повлиять на так называемый нормальный диапазон и интерпретацию статистических данных. Что я буду сейчас делать? Я коротко опишу несколько лечений, которые проводились, с использованием различных кривых. И вот каждая кривая обозначена линией. Обычно использовались имплантаты, как бы табличные имплантаты, которые, мы начали проводить такую имплантацию где-то в 40-х годах, и мы пришли к выводу, что они действительно очень эффективны, хотя самопроцедура очень нудная. потому что нужно проводить такую имплантацию один раз в 6 месяцев, и, конечно же, это сказывается на уровне инфицирования. Но вместе с тем, это очень эффективный метод лечения. У меня были некоторые пациенты, которые проходили такого рода лечение тестостероном и в течение 6 месяцев. И они спрашивают меня, сколько времени проходить это лечение. Может быть, 50 лет. Хотя они думали, что я шучу, но я на самом деле не шутил. С каждым препаратом мы можем наблюдать не только тот факт, что симптомы очень хорошо реагируют, но и общий уровень тестостерона, измеренный через 6 месяцев, не являлся пиковым уровнем. то есть глобулин, связывающий половой гормон, измерялся в ходе такого исследования. Затем тест реакции, связанные с комплиментом и так далее. И когда использовались другие препараты, которые были доступны, когда мы начали это исследование 25 лет назад, это были такие препараты, как рестандол, андриол, органон. И мы использовали в этом исследовании 1016 пациентов. Конечно, было очень трудно объяснять пациентам, как, когда они проходили лечение тестостеронным уровнем, тестостерон поначалу снижался. Это необходимо было принимать операльные капсулы тестостерона с едой, учитывая абсорбцию тестостерона. Это эффективный способ снижения системы. Иногда снижение происходит медленнее, и даже при том, что общий уровень тестостерона был несколько ниже, на самом деле глобулин, связывающий половой гормон, также был своего рода индикатором, показателем эффективности такого лечения. Но, следующий, пожалуйста, слайд. Амистеролон был на самом деле ошибкой. Он известен под другим названием проверон. Профессор Нишлаг в Германии, он использовал его только как бы частичное лечение, поскольку он не оказывает эффекта на эстроген. И видите, как бы результат снижения дистонции был более медленным, может быть, он более эффективен в отношении симптоматичных пациентов, но у пациентов, которые имели более умеренное заболевание, этот метод, то есть этот препарат был более эффективным. Ну и кроме того, тестостеронная ель, он был очень эффективным и по-прежнему является очень важной частью нашего лечения, потому что он дает значительно отличное снижение симптомов и стабильное увеличение уровня тестостерона, это красная линия, и небольшое снижение глобулина, связывающего половой гормон. И у меня есть предки в Шотландии, и они говорили, что если один пакетик тестостеронного геля эффективен при применении на абдоминальной области, то есть если использовать его подмышкой, то достигается более высокий уровень абсорции всасывания тестостерона. То есть я хочу сказать, что этот препарат очень эффективный. Что касается тестостерона, то есть инъекции, инъекции онделяканата тестостерона, то он тоже достаточно эффективный. Эта эффективность просто проявляется в конце периода 2-3 месяцев. И опять-таки уровни тестостерона повышаются, глобулины, связывая гормоны, также повнишаются в свободный тестостерон. Это верхняя линия, очень хорошо повышается. Некоторые люди, в особенности те, которых я называю, пациенты с высоким Т, то есть они имеют высокий уровень тестостерона, им нравится использование тестостерона. И они на самом деле занимаются продажей, распространением гелевого тестостерона во всем мире. Им нравится этот бизнес, потому что на самом деле им не нужно ничего объяснять, потому что в большинстве случаев люди с проблемами уровня тестостерона, они уже знакомы с эффективностью этого препарата. Что касается этого препарата, абсурция, то есть всасывание через мошонку в 20-25 раз выше, чем через обычную кожу. Первоначально у нас были препараты, которые мы назвали Андрофорте. Этот препарат, который был разработан в Австралии, он был очень эффективным, он создавал хорошие уровни тестостерона, но его нужно было применять два раза в день. Поэтому сейчас мы продвинулись вперед, вот, это следующий слайд. Мы сейчас используем препарат, который производится в Шотландии, он называется мошоночный тестостерон. То есть у него есть другое название, простаракан, который является высокоэффективным, и его ключевыми достоинствами является то, что он, в отличие от геля, может применяться на мошонку, он, то есть и при этом он не вызывает никакого раздражения или боли. Но он способствует достижению очень хорошего уровня тестостерона, и опять-таки подавляет гонотрофины очень эффективно. Таким образом, если вы хотите получить экономную форму тестостерона, тогда вот именно эта форма подойдет вам, потому что, вот, в отличие от России, где первоначально лечение проводилось с использованием фестестерона, амифестестерона, оно характеризовалось побочными явлениями на сердечно-сосудистую систему и на печень. Поэтому, но в России и в Канаде это все еще является тем препаратом, который используется очень широко, потому что, учитывая его дешевизну, и он является популярным среди населения. Ну, кроме того, необходимо принимать во внимание время сохранения, удержания. При инъекте тестостерона и скротальной тестостерон, вы видите, что при имплантах, также при имплантах, хорошие получаются результаты, и также есть кривые Каплана-Мейера, они показывают, что время удержания варьирует между различными препаратами, и местостеролон был менее популярным. Можно ли на один из... Первое заключение таково, что долгосрочные исследования семи различных форм тестостерона показали сильно различающиеся эдогринные результаты между семью препаратами, но также показали, продемонстрировали свойственную им безопасность. Как мы опубликовали, здесь нет увеличения вероятности рака простаты. Когда мы прогнозировали 1700 пациентов, это было показано в 2010 году в журнале по сексологической медицине, в разделе сэкологической медицины, но общий эффект всех этих лечений на метаболические и сердечные риск-факторы были нейтральными или даже положительными, особенно по отношению к холестерину и диастолическому артериальному давлению. И следующее. В конце концов, находки предполагают, что многие мужчины могут извлечь выгоду в плане симптомов с улучшением соответствующих клинических состояний и при профилактике долгосрочных эффектов тестостеронного дефицита, они остаются нелеченными из-за слишком сильного положения на том, что полагаются на лабораторных измерениях антрогенов при диагнозе и лечении. Когда я могу сказать, что нужно объективно нужно осмягчить симптомы пациентов и создать... Это приводит к восстановлению жизненной силы пациентов, и мы не должны... Нужно достичь соответствующих результатов, нормальных результатов тестостерона. Следующий слайд. Можно ли перейти, открыть более раннюю версию лекции? Или слайд? Я хотел бы проиллюстрировать идею Бруна Люнинфильда, того, что тестостероновая терапия является важным звеном, если вы хотите продлить не только продолжительность жизни, но и продолжительность здоровой жизни в жизни мужчины. Если, конечно, мы сможем показать... Найти этот слайд, который показывает в плане... Хорошо, мы остановимся на рекламе. Это приглашение всем вам посетить данную конференцию и вебинар. Не нужно даже приезжать в Лондон. Было бы хорошо, если бы вас пригласить в Лондон, но это будет бродкастинг, это будет в виде вебинара 25 октября 2014 года, и это будет доступно на веб-сайте общества по изучению андрогенной активности. И мы приглашаем вас на это мероприятие, на этот вебинар, семинар, который рассматривает с некоторыми опасениями в плане тестостероновой терапии. И есть свидетельства того, насколько тестостеронная терапия безопасна, и есть различные доказательства из различных уголков мира на основе клинических исследований. Тестостерон и мужское здоровье в 21 веке, мифы, дезинформация и опасения. И добро пожаловать на это мероприятие. И организатором этого мероприятия является моя жена Джин. Добро пожаловать. Если вы хотите приехать, можете поучаствовать в этом мероприятии. Нашли мы ли тот слайд, который я хотел показать? Я отдал вам эту презентацию, но в любом случае слайд показывает повышение выживаемости последние 50 лет. Нет, это детальная информация, это не то, что нам нужно. Давайте оставим это. Идея, опять же, в том, что вы можете увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни. Можно это достичь с помощью тестостеронозаместительной терапии. Спасибо большое. Продолжение следует...